Новый федеральный закон, который сотворил мусорную реформу, многие жители Бийска восприняли в штыки, как и все новое. Тем не менее, с 1 ноября в Наукоград зашел региональный оператор. Отныне уборкой и утилизацией бытовых отходов будет заниматься специальная лицензированная компания. Сейчас работают 11 автомобиль-мусоровозов по маршруту. То есть они два раза в день, вот эти контейнеры-площадки, на которых мы сейчас находимся, у них убираются каждый день с кратностью некоторых два раза в день. Есть которые шахты, так скажем, в девятиэтажках, которые находятся, там можно по Санпину через день убирать. Компания уже расширила автопарк мусоровозов, а в резерве есть финансовые средства на случай, если техники будет не хватать. По словам представителей регионального оператора, жители Бийска еще не успели заметить разницу. Но то, что в Наукограде постепенно смогут справиться с мусорной проблемой, многие уже уверены. Организованно вошли в этот процесс, естественно, управляющие компании, которые как-то объединены уже, ТСЖ. Сейчас вопрос возникает больше по частному сектору, потому что там действительно, вот сейчас мы разговаривали с Игидмитриевичем, Тастаном, у нас эти люди, ну нельзя сказать, что совсем не приучены. Для них будет это абсолютно новая схема. И они должны к ней привыкнуть, наверное. Региональный оператор зашел и в частный сектор Бийска, даже в все микрорайоны, в которые раньше мусоровозы и не заезжали. В определенное время прибывает машина с контейнером, люди сбрасывают туда мусор, но пока не активно пользуются услугой, еще не привыкли. Известно, что уже в следующем году региональный оператор по сбору и утилизации мусора начнет работу и на других территориях, в частности, в Заринске и Олейске. Елена Кузовкина, Марина Волкова. Наши новости.